здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и с вами я юрий гемельфор просматривая сегодня те видеорепортажи которые в тренде я обратил внимание на ролик молодого человека по имени тимур я уже упоминал о нем это канал так так называемой работа над ошибками посвящен канал тому что этот молодой человек школьник он так сказать разоблачает ложь навально ну на это можно было не обращать внимание ну достаточно наивный милый молодой человек бог с ним но сегодня вот в этом небольшом ролике молодой человек сделал одно заявление которое чревато для него возможно даже может быть и возбуждением уголовного дела по статье оскорбление чувства верующих и несмотря на то что я не согласен с позицией этого молодого человека я считаю что мы заранее все должны обязательном порядке вступиться за этого молодого человека и сказать нашим властям что давайте мы не будем преследовать молодого человека несмотря на его очень своеобразное заявление впрочем не буду вас интриговать давайте мы посмотрим часть этого репортаж и так разоблачая страшную ложь навального мальчик тимур приводит неопровержимый аргумент который я предлагаю вам послушать внимание вот пример из свежего выпуска навальный в 2018 навальный рассуждает о том что он против запрета свидетелей и говы якобы они никогда никому не вредят и не вредили и что нет реальных случаев когда из-за их деятельности пострадали люди это естественно своеобразное религиозное течение но она в общем то никому не вредит уходят люди читают проповеди друг другу ходят по подъезду и уговаривают они довольно странно выглядят смешно выглядят но они никого ни к чему не заставляют мы не знаем реальных случаев насилия здесь ну по крайней мере какого-то массового насилия или насилия настолько значимого что их нужно запретить я буквально за несколько минут нашел несколько случаев когда из-за запрета переливания крови которые действуют в эти свидетели и говы умирали дети например год назад в астане мама 11-летний дайи и классовый запретила делать смертельно больной девочке переливание такой же случай произошел в январе в городе иваново в шумкенте 9-месячный ребенок погиб потому что родители свидетели и говы отказались от переливания крови по такой же причине умерла и 17-летняя девушка из алматы попавший в аварию но навально продолжает утверждать что никаких значимых случаев насилия со стороны сегтантов никогда не было и добавляет что про свидетели и говы никто особо и не знал что некие свидетели и говы их там знать то никто не знал никто не обращал на них внимание никто не думал о них но это тоже ложь совсем недавно в ЦИОМ проводил специальный опрос и оказалось что об организации свидетели и говы знает большинство россиян свидетелями и говы россияне относятся преимущественно негативно или нейтрально а решение запретить деятельности в россии поддерживают 76 процентов опрошенных сообщает в ЦИОМ сосылка на данные всероссийского телефонного опроса проведенного 20-21 июля среди 1200 респондентов не согласно с этим решением всего лишь только 5 процентов и Алексей Навальный считающий свидетели и говы абсолютно безвредны безусловно в этом месте Тимур просто положил Алексея Анатольевича на лопатки как теперь Алексей Анатольевич будет жить после разоблачения такой страшной лжи я просто себе не представляю но давайте предоставим Алексея Анатольевича самому себе он достаточно взрослый человек и сам разберется с таким ужасным огрехом тут гораздо интереснее позиция самого Тимура ну мне вообще-то было сначала немножечко странно почему этот уважаемый Тимур приводит примеры исключительно из таких странных городов как Астана, Шымкент, Алматы я просто предлагаю вам Тимур взять учебник географии за 6 класс а судя по вашему виду вы немного старше но вы найдете вы убедитесь что эти благословенные города они не находятся в пределах Российской Федерации но это не есть самое главное итак давайте мы проанализируем к чему вы призываете насколько я понимаю вы Тимур сторонник научных знаний и так сказать против религиозного мракобесия это похвально безусловно похвально но понимаете какое дело отсюда следует что вы против любых религиозных запретов на медицинское вмешательство я скромно умолчу о своей точке зрения на этот вопрос но давайте включим логику дело в том уважаемый Тимур что во всех аврамических религиях если вы не знаете что такое аврамические религии гугл вам в помощь я уверен что вы умеете пользоваться гуглом существуют различные странные с нашей точки зрения запреты на медицинское вмешательство действительно вы совершенно правы свидетели и иеговы не исключение в этом вопросе действительно они ссылаются на некоторые ветхозаветные каноны которые запрещают переливание крови это действительно так и но понимаете в чем дело ну во первых в мире я хоть и не религиовед но знаю что на сегодняшний день в мире религиоведению известно порядка четырехсот или более четырехсот религиозных культов и знать их все невозможно поэтому вряд ли ошибка Алексея Анатольевича Навального столь уж серьезная относительно исследований в ЦИОМ ну здесь я скромно умолчу о том насколько этому можно верить ну да бог с ним дело в вас уважаемый Тимур если вы призываете к запрету на любое религиозное вмешательство в медицинскую деятельность то для начала я предлагаю вам уважаемый Тимур ознакомиться с одним сайтом друзья мои вот сейчас мы находимся на сайте русско-православной церкви официальный сайт московского патриархата патриархия.ру и давайте мы на сайте патриархия.ру подберем документы за все время их существования по одному слову аборты вы можете посмотреть что тут найдено 60 документов где из которых следует что русская православная церковь категорически против абортов вот эти документы вот только за 2016 год вот сколько их за 2015 14 только вот и даже вот уже в январе семнадцатого года была последняя финальная резолюция 25 25 международных рождественских образовательных чтений в которых также осуждаются аборты заметьте речь идет об официальном издании сайта московского патриархата таким образом дорогой тимур из ваших слов следует что если по этим причинам необходимо было запрещать свидетелей иеговы или иеговы я не знаю как правильно то тогда это что же получается друг мой тимур вы что же призываете к запрету русской православной церкви я только что вам показал что рпц против абортов ай-яй-яй тимур вы понимаете что это оскорбление чувств верующих вы представляете скольких людей вы молодой человек сейчас оскорбили оскорбили смертельно нехорошо чему вас только батюшка учил на урок основ православной культуры в школе ай-яй-яй тимур я теперь даже не знаю что и делать посему друзья мои я обращаюсь к вам ко всем с призывом защитить тимура и обратиться к московской патриархии не ходатайствовать о возбуждении против мальчика тимура который ведет канал работы над ошибками уголовного дела по поводу по факту оскорбления чувств верующих оскорбления страшно о это хуже чем фильм матильда кстати наталья владимировна поклонская если вы видите смотрите это видео я умоляю вас пожалуйста не направляйте на мальчика тимура заявление в прокуратуру он не подумавший это сказал как впрочем и все остальное он говорит ну молод еще а вот чтобы вразумить молодого человека тут опять же я обращаюсь к самому патриарху кириллу ваше святейшество пожалуйста не наказывайте мальчика тимура за такое кощунство а для вразумления отрока вы его к себе в церковно-приходскую школу возьмите и там учите отрока уму разуму авось поумнеет всего вам доброго подписывайтесь на канал не ваш вот будут вопросы присылайте обсудим до встречи до новых встреч удачи удачи и